Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот очень-очень-очень вопросов много приходит именно в момент высадки. Вот сейчас, и важны они сейчас, актуальны, как говорится, дорога ложка к обеду, поэтому я сегодня буду снимать 5 или 6 видеороликов на разные темы. И самая часто встречающаяся тема это полив при высадке. Это очень важно. Кто первый раз высаживает, выращивает, хочет знать, как поливать, какой полив должен быть первый, самый, когда мы высаживаем. Если одним словом, полив должен быть обильным. Первый полив должен быть обильным, влагозаделка такая должна быть на несколько дней. Вот смотрите, вот у меня высажены томаты буквально несколько дней назад. И может создаться впечатление, что у них земля сухая. Но это уже конечный, финальный штрих. До этого они были вот с такими... Сейчас скажу вам, покажу. Ой. До этого они были вот с такими глубокими лунками. Ай, тут не видно из-за зелени. Сейчас перейду на другой ряд. До этого они были с лунками глубокими. Вот здесь, даже я когда вот разровняла, видите, как пропитывает оттуда влага, потому что туда налила я очень много. Сейчас начнем. Вот отсюда. Вот смотрите, когда я высаживаю, для первого полива, ну как мы высаживаем уже в луночку, независимо от того, один тут или два томата, мы высаживаем в лунку, обязательно делаем углубление. И полив должен быть обильным, независимо от того, или мы на сухую высадим, или мы высадим в грязь. То есть, некоторые высаживают, но я делаю так и так, некоторые высаживают лунку, готовят, наливают воду, очень много, прям вровень, пол ведра воды. Ждут, когда вода туда уйдет, и потом вот в эту очень увлажненную лунку уже размещают томат, и поливают еще раз, и все. Некоторые лунку готовят, томат размещают, и потом уже заливают вровень. То есть, неважно, когда вы польете, или до посадки, потом немножко после, или после посадки сразу все обильно. Но первый полив должен быть очень-очень обильным. Особенно, если вы живете там, где тепло, особенно, если высаживаете в жаркую погоду, нужно, чтобы вот этого, этой порции влаги хватило на несколько дней. Потому что почему-то, ну, пока не произойдет вот эта сцепка корней с землей, им должно хватить, потом уже, как всегда рекомендуется поливать раз в неделю, через 3-4-5 дней придете, посмотрите, можно еще полить. Ну, вот у меня, вот опять про то же, видите, кажется, что сухой грунт. Нет, я сначала, вчера сильно полила их, потом уже вот эти лунки, я вот так обвалила вот эту землю, ну, рядом лежащую, вот так, и сделала вровень. Я вынуждена так делать, потому что мне нужно укладывать вот эти капельные шланги. И если оставить вот такие лунки, в прошлом году я сделала подлуночный полив, из шланга я поливала раньше. Потом, когда купили капельный полив и начали вот так вкладывать, он неудобно, он вот сюда проваливается, ну, понимаете, что ему нужна ровная поверхность. Так вот, я сначала, воды же у нас еще нет на участке сейчас, я сначала сильно-сильно полила, потом я хожу вот так все, ладошкой выравниваю рукой, и потом уже укладываю вот эту вот капельную ленту, чтобы она лежала ровно горизонтально, чтобы равномерно. Но, независимо от того, под капельный вы делаете, или под шланг, первый раз полить нужно хорошо. Растение не должно испытывать нужды во влаге. Ни в день полива, ни на следующий, ни на третий. И лучше полить один раз хорошо, чем потом бегать и подливать, потом вы уже не поймете, нужна им влага или не нужна. Первый раз я вот вчера поливала, ведро делила на три лунки, то есть по три, три с лишним литра в одну лунку выливала. Это уже дополнительно к тому, что при посадке я немножко поливала. Смотрите, как уже они пускают дополнительные курни, быстро, на стволах. Вот сейчас я их вот так все засыплю. И в этом месте вот так уложу вот этот поливочный, так вот рядом с ними будет лежать поливка. И уже следующий полив будет через вот эту ленту. Потому что у нас были морозы, мы еще воду не включали. Все, этот видеоролик можно было сделать вообще очень-очень коротким, потому что самое главное, что сказать нужно, первый раз поливайте обильно, чтобы растение, пересадку не... Оно меньше болеет, когда грунт влажный. Потребуется влаги очень много в первое время. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...